дорогие друзья сегодня мы с вами отправляемся в новое место для нас она абсолютно новое возможно кто-то там уже бывал но мы едем на самый север озеро селигер настолько на самый север как мы его назвали попком озеро селигер назвали другим словом не мы а местные жители будет куда вы собрались да это же пупок озеро селигер настолько на север что практически в этом месте проходит граница тверской и велико новгородской дали как новгородской новгородской области да то есть практически там 5-7 километров и вы уже в новгородской области что нас туда повело интересный вопрос во первых любопытство мы путешественники а путешественники в первую очередь это люди любопытные их можно завлечь куда угодно есть одна единственная золотая фраза а хочешь поехать туда где ты не был хочу все нормальный путешествие вот как вы можете определить путешественник человек или не путешествие а вот скажите это хочешь поехать туда где-то еще не был другой человек начнет что-то там спрашивать одетом отчетом если там телевизора как там кормят а какой там отель путешественник этих дурацких вопросов задавать не будет не был можно поехать все едем и так мы едем на самый север алла нашла там прекрасный отель по отзывам по фотографиям же можем только так судить посмотрели фотографии классные отзывы хорошие места мы там не были севера севера озеро селигер что там такое вообще чуть какие-то неведомые дебри все мы собрались и отправляемся в это путешествие значит есть плюсы и минусы ну знаете пессимисты они сразу складывают все минусы палками как эти найти дрова и несут их куда-то а оптимисты они эти минусы берут крест-накрест крест-накрест и получается плюс вот смотрите деревня мошенка правильно надо ударение ставить мошенка хотя местные жители смеются мы встретили мужчину говорит у нас самое смешное самая смешная деревня в россии мы сначала даже не поняли я побежал сразу к табличке читать название деревни чем же она смешная ну ударение можно ставить ребят по разному но дорогие друзья мы посчитали эту деревню самой красивой деревней который мы встречали на озере селигер честное слово маленькая невероятно красиво поверьте на слой я фотограф я сужу немножко другим взглядом понятно что здесь нет супермаркетов нету пятерочки нету торгового центра асфальта светофоров и так далее и слава богу я ненавижу все это а есть милая невероятно красивая деревня чуть-чуть ее подделать речушку от прочистить чтобы она была не как круче и болотный такой да а вот именно речушка мостики поставить лебедей пустить журавли что плетали над головой так было хорошо я когда я увидел очень очень запомните запишите это название если вот есть самые красивые деревни россии есть такой конкурс ребята обратите внимание на эту маленькую де деревушку а мы едем с вами в отель называется новый ковчег не ноев ковчег а новый ковчег вот осталось 6 километров а вообще от осташкова ехать примерно 60 километров да я обещал рассказать про минусы вот дорога дорога да вот такая я не знаю но летом была нормальная мы проехали все было замечательно да сенью конечно один из ми один из минусов один из минусов плохая дорога до плохая второй минусу то есть только что видели этот как называется авто автолавки магазина в этом регионе практически нет вот как раз в деревне мошенко есть магазин по моему последний магазин если вы едете в новый новый ковчег следом за нами а за нами очень многие туристы поедут я в этом уверен сто процентов вы посмотрите этот фильм и вы поставите жирную галочку хочу в новый ковчег так вот в мошенко если вы вдруг что-то не купили но всякое бывает там рыба там еще что-то там заходите в деревню мошенко зайдите в магазин мы там тоже зашли кое-что купили причем маленький магазин маленький там есть абсолютно все даже наверное запчасть на мою машину я про дни спрашивал смотрите шикар вот это первый был шок новый ковчег просто крепость древняя русская крепость мы прям вот тут я звук выключил но когда мы подъезжали и когда вы посмотрите фильм который снятый смартфоном у нас было какое-то восклицание ну там типа нифига себе приехали да сейчас включился наш друг католет кстати очень много друзей нашего канала и моих зрителей писали покажите наконец как он выглядит потерпите в этом фильме мы мы вам его представим и познакомим и так наш католет полетел на обзор на ли он как разведчик мы еще не были в отеле нам интересно что там а он уже полетел первое смотрите невероятные просторы просто невероятные просторы территории у этого отеля просто захлебнуться от зависти можно другим отелям огромная территория причем она разнообразная тут и холмы и леса и густые леса и рощицы и полянки и полянки и пруд сейчас увидите а самое главное посмотрите какой невероятный вид на озеро селигер то есть озеро селигер когда она просто как море это да здорово море и море море и много а здесь посмотрите куча таких маленьких островков вот это вот кстати гостиница главное здание где расположены основные номера здесь мы будем жить посмотрите какие маленькие островки то что я люблю чудесный красиво пшка где-то было не плоская а вот именно чтобы лево зимой очки островочки подожди представь как зимой красно лыжах на лыжах да на снегоходах на лошадях на санях какая здесь красивая осень я думаю просто великолепная когда все деревья будут желтые красные листочки будут лететь по ветру шуршать и на катере знает сразу скажу самом начале фильма мы с алой когда здесь побывали мы сказали мы очень хотим здесь побывать осенью и очень хотим побывать зимой давай загадаем желание дергай меня за бороду дергай я буду не так ты вырвала пол бороды а какой помостик смотрите и сзади кафе гриль и вот сейчас я наш католет попросил дорогой друг дорогой уважаемый наш помощник взлетим максимально высоко высоту высоко сколько можешь взлети как вертолет как самолет покажешь смотрите вот отель эко комплекс называется новый ковчег очень красиво одна вот эта красота вот одна такая картинка такой картинки мы кстати в интернете не видели уже достаточно чтобы сюда захотеть приехать так выглядит план схема ну наш разведчик пролетел нам все показал и мы как говорится уже не боясь чистой совестью сели в автомобиль и поехали искать администрацию поехали искать рецепшен где мы заказали номер заказали номер мы на два дня здесь мы будем два дня почему два дня объясняя потому что через два дня наступает пятница суббота воскресенье и нам сказали номеров уже увы нет то есть имейте ввиду когда такое наплыв туристов а это был август месяц и такая погода и такая погода надо бронировать заранее это в коридоре такая комната отдыха вообще отель внутри весь деревянный и номер наш стандарт самый обычный номер 24 квадратных метра стоит 5000 рублей с завтраком на двоих два за ну соответственно номер на двоих и завтрак на двоих 5000 рублей но вообще цены конечно уточняйте на сайте дорогие друзья сайт все все данные этого отеля смотрите преамбула к фильму обязательно напишу а вид как вышла на этот балкон искал все я не знаю как это правильно знать балкон лоджия ну в общем не суть важно дерево запахи птички поют птички поют вечером вот эти чирики чирики каких сверчки сверчут зелено до зелено здорово да кроме вот этого комплекса отельного которого сейчас вы видите где находится номера велосипед можно взять в прокат алла тут кстати покатается площадка русской забавы алла тут же подбежала села покатилась и когда надо долетела до отсюда и потом бах вот так и обратно и в этот момент у меня сердце упало в пятки я подумал все она я я хана бабушки я я холостой я холостой я подумал все самое главное чтобы когда она прокатилась я потом подошел и прочитал написано значит детям до 30 килограмм мне так стало стыдно ребята прошу прошу прощения администрацию отеля простить нас ради бога встаем на колени больше кататься не будем да самое главное что я не прокатился значит я тут видите текст написал дело в том что я сейчас хожу снимаю смартфоном мало меня снимает вот у меня католет кстати висит в сумочке в серой такой то есть я выполняю адскую работу лишнюю вот что лишнее до сих пор не определился да то есть я одновременно ребят снимаю два фильма одновременно в каждой точке я снимаю смартфоном видеокамеры маленькой камеры дроном квадрокоптером и так далее я еще не понял что оставить а что продолжать напишите напишите комментарии для пляж номер один он так не обозначен на схеме но обозначен просто пляж но дело в том что потом мы обнаружим еще один пляж поэтому я чисто так чтобы различать их да я подписал пляж номер один это такой скажем самый центральный ближе всего к нашему отелю ближе всего гриль-бару ближе ближе всего куда все люди ходят но потом мы найдем но об этом не будем забегать вперед другой пляж я его назову пляж номер два ну что лежаки как все и все все включено и песочек который сель ребята который сель она за как-то называется авторские права во всем мире где-то там в америке в мексике в египте пытаются эту которую сель повторить во первых не могут авторик не имеет право только мы только кот и кошка имеет право до совершать такие невероятные которые усилия кульбиты который селяли очень нравится ну она вот сейчас старенькой стала раньше я ее крутил по пять минут она хохотала 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 как ты хочешь а сейчас через минуту через 30 секунд мне уже на ухо шепчет голова кружится и так наш дрон опять-таки разведчик наш каталет полетел дальше посмотреть а что тут еще есть опана пирс лодки в прокат моторные лодки вдали вот это здание такое шикарное с отдельным мостиком который уходит из в отдельный пляж как вы думаете что я сразу догадался и каталет на шатун лауха это баня мужик мужик это баня точно я потом посмотрел на схеме ребята это точно баня это шикарная баня там по моему на 6 8 человек с компанией такой уже выезд на середине подожди да вот баня называется русалыча заводь помнишь алла ты мне не поверила а я когда здесь купался я говорил в виде вижу видел под водой грудь и будет то есть глаза 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 я говорю тот русалка она готова на тыгать шизик совсем чет чокнулся старик старый не может быть от русалки а русалыча заводь я угадал и вот тут на этом помосте ребят осенью летом зимой наверно холодно мы тут же зашли в гриль-бар и вот так люди приезжают специально что да это это многие люди которые здесь отдыхают мы мы поняли мы потом поговорили с островов то есть это люди не живут в этом отеле они просто на моторной лодке они где-то там живут на своей там даче не знаю палатки приезжает сюда тут такое место место шикарные за это скан про прованс на прованс натуральный прованс мы тут тоже покушали кстати пицца да пицца шикарная то есть мне я не зря я ляпнул там про тоскану да пицца реально итальянская вкусная пицца просто молодцы я одеваю свои огромные ауна шлёпы 50 размера да а знаете как приятно летом 30 градусная жара погулять посечком ребята босичком по травке по чистенькой а знаешь что ал в этом отеле мне еще очень понравилось вспомни не помнишь дорожки ребята дорожки тут нету асфальта тут нету плитки тут нету бордюров ребят вот еще раз схема можно подойти посмотрите что называется спортивная площадка молодежь энергичная но не только молодежь баскетбол волейбол мини-футбол большой большой поле то может быть не погоняешь аллах как всегда нашла себе качели и с визгом списком да опять пошла ломать детскую площадку за такие хорошенькие ты сломала или нет тебе точно не 30 килограммал я тебя на руках нашу постоянно здесь есть коттеджи посмотрите он там вдали был коттедж дворянский а этот боярская усадьба зайдите на сайт потому что я ну я не экскурсовод по отелю что все рассказать как красиво беленькая красочка все зелененько цветах вот в таких усадьбах 4 а вот в этой по моему 6 двух уровнях или как и двухэтажных номеров по несколько спален по несколько туалетных комнат то есть на каждом этаже туалетная ванная душ то есть вот можно снять всю усадьбу например для большой компании приехали после свадьбы до или как даже корпоратив если там это не завод тысячи человек а небольшая компания там человек 30 да вот если вы не успели что-то купить то магазинчики в деревне со смешным названием здесь есть фермерские продукты оказывается мы случайно нашли яйцо гусин до сих пор жалею алл да просто хотя бы одно надо было попробовать это все домашние ребята фермерская лавка прям при входе там где крепость есть все вот эти продукты это не с магазина это не с деревни это тут выращивают непосредственно в отеле будете попробуйте сливочное масло творожок а котята кошечки посмотрел я такого видел раньше только на фотографиях а ты видела в жизни невероятно просто алла мне когда закричала смотри у нее глаза разные года быть не может подбегаю мамочки необычная порода ну может быть порода не породи мне кажется это какая-то как аномалия напишите кто в этом понимает в котах кошка больше чем коты как кот и кошка напишите а этого рыжего мы спросили как его зовут а местные жители 8 работники пожали плечами ведь мы все его зовем бегемотом и ур почему а он на него посмотреть он даже толще меня по моему кстати такой же есть еще код черный вот там где мы ели пиццу гриль бар там черный мы тоже спросили а как и вот ну хотели просто назвать его по имени мы же люди вежливы она бегемот здесь есть вот это не дни мини зоопарк это реальное хозяйство где выращивают курочек вот эти вот яйца которые фермерские вот здесь у утины яйца вот здесь гусиные яйца вот здесь круче хрючачи да здесь есть и коровка здесь есть коровка который дует молоко творог масло вот найти что жалел мы не познакомились коровкой а мы мы два раза приходили будет она пасется потом опять приходит она пасется ну точно есть а видел фотографии то есть она правда пасется ну хорошая погода на полях пасется молочко вырабатывая алла алла обожает курицы и гуси и так далее куда бы она не пришла во всех странах мира гуси как ее увидят вот ей навстречу га 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 и щипать ее за 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 пальцем портёночек ой спал так хорошо портёночек там три штучки может их и больше но мы трех видели трех поросят там бегали хрюкали да здесь для спортсменов кроме волейбольный баскетбольный футбольный кроме от этого сумасшедшего русского городка где можно кататься на куче всяких качелей карусели мы еще даже не все показали кстати в том фильме который я уже сделал давно это репортаж смартфонов там мы намного больше отобразили всяких спортивных тренажеров вот вы сейчас смотрите на нас да вы думаете мы профи мы просто выиграли приз золотой кубок китая по настольному теннису на нифига я последний раз играл в пионерском лагере это было 50 лет назад даже больше 65 а ты честно скажи в общем ребята абсолютно честно говорим и задумалась нам надо дома купить такой а может кто подарит ребят у кого дома подожди есть лишний лишний ну уже надоел он надоел уже стоит стоит думать куда бы деть этот стол кота когда пишите пишите приедем заберем может быть и бильярд нам точно не нужно нам его оставить да бильярд не надо нам его некуда ставить у нас маленький дом значит бильярдный стол есть да все это прокат ну стоит определенных денег я не знаю там 200 рублей 300 рублей час зависит от на сайт зайдите там все расписано и лодки всякие есть ой кстати на лодке вот и вспомнил на лодке там и не покатались бильярдисты мы еще те ну несколько раз по шарику мы попадали несколько раз в лузу загнали кстати вот смотрите как идет съемка фильма для канала владимир корт репортажа смартфона то я то алла берем смартфон в руки и снимаем репортаж кто видел этот фильм вот вы как говорится можете теперь понять как все это происходит так еще раз наш дрон католет полетел жужжать всеми жужжащими своими а почему полетел а потому что мы узнали случайно в разговоре оказывается мы гуляли 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 по отелю целый день и оказывается мы увидели только половину отеля вы скажете быть такого не может смотрите вот у нас дрон как раз католет летит на другую половину вот смотрите тут целая рыбацкая деревня и пляж номер два называется кемпинг рыбацкая слобода мы спросили у ребят которые здесь живут кстати все домики были заняты там домики рядом машина стоит 3000 рублей в сутки в этом домике две комнаты значит кухонька кухня всю из газ душ туалет то есть это маленький маленькая дача я вот так думаю вот у многих людей нет дачи и нафиг она не нужна да не нужна вот сюда приехал на месяц алл снял никаких тебе забот с охраной дачу там украдут залезут ухаживать красить туалет чистить соседями ругаться господи столько геморроя посмотрите вот она дача приехал стоит рядом машинка на верандочке сиди пиво потягиваю рыбку кушать мы спросили кто здесь селится это в основном просто разбирают со свистом еще зимой бронируют на лето рыбаки рыба ки приезжают а рыбаки тоже фанаты это же просто маньяки можно сказать они они приезжают они готовы месяцами я знаю кого на душ сюда уговорить еще ты скажешь что у нас среди друзей нет у нас таких нету ну короче ребят шикарные домики а для молодежи для ра для романтиков а давай нас на следующий год прям забронируем на месяц давай давай итак пляж номер два посмотрите какой пляж кому с собой пляж пляж просто мальдивы чистейший песочек а смотрите невероятно съемки какие наш каталет сделал неверо посмотрите какие съемки это прям так нам над мальдивами опускается часть черепахи морские выполнил песочек посмотрите лодочки и вот эти каких доски как как ты там забыл саб саботы да вот второй пляж нам понравился даже больше чем первый он как-то немножко поглубже нам показался глубина побыстрее набирается да вообще чтобы сделать выводы чтобы сравнивать ребят на попробовать и то и другое а иначе бессмысленно правильно да а тем более тут идти не знаю 200 метров проходить классно и вода здесь не цвела вот многие спросят а вода цвела не цели вообще мы спрашивали местных жителей которые знают что такое озеро селигера у нас есть друзья которые не местные жители но они почти как местные они говорят селигер никогда не цветет никогда считается самой чистой вода во-первых она чуть ли не каждый год полностью вся вода обновляется огромное количество рек сюда входит то есть там плюс эти каких ключи всякие битвусь вода здесь очень чисто даже когда было 30 градусов 35 градусов жары вода не цветет и она чистая настолько а скоро у нас будет мы встретимся с заядлым рыбаком любителем селигера который поменял москву на озеро селигер да 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 есть такие и он он об этом расскажет смотрите хищная птица какая-то к сожалению не успел снять ее охоту на видите она кушает рыбу то есть она поймала рыбу огромный это размером с большую курицу она пикировала я пока сбегал за видеокамерой она уже взлетела села на дерево пользовалась как говорится своей охотой да кушала а вот вода да это настоящий цвет воды он немножко такой желто-красный наверное много металла может быть может какие-то лучи бактерии но в любом случае вода чистая мы еще когда в молодости здесь жили на озере селигер жили в палатках как мы готовили пищу алла мне да говорит набери водички но я отходил от пляжа там 5-7 метров там где дети плескаются там конечно лучше не не пользоваться я зачерпал сковородочкой там ведерком там или это кастрюлькой зачерпал воду ставили ставили кипятил делали кашу да там все это из этой же воды делали чай кофе причем очень вкусно вода мягкая вода вкусно вода чисто ну почему на красноватый кстати надо спросить у специалистов что-то я не подумал вот именно такой оттенок цвет да потому что некоторые даже там же это вода же идет и как водопроводная она в душе и это же вода там ну не знаю в том же унитазе да она и некоторые спрашивают а что такое цвет воды это надо кстати в интер а местные жители вы же будете смотреть сто пудов местных жителей они патриоты своего озера напишите пожалуйста комментариях почему такой цвет воды ну вот алла ломает очередной сап бот у тебя очень хорошо очень второй раз уже не вода 2 очень хорошо и 2 ребят мы узнали мы хотели очень поговорить с каким-то рыбаком говорит ну приставали к местным рыбакам которые туристы турист они все уехали рано утро в 5 утра вот уехали на рыбалку и до самого вечера поэтому мы нашли егеря говорит а вот есть егерь сергей с ним поговорить у нас все все расскажет и так помолчим а в сергей пусть говорит сергей давай тебе слово рассказывать сергей сколько лет вы здесь живете 10 лет вот именно в этом месте там а если секрет раньше где жили с москвы москве да понятно и что случилось все произошло что утра и так резко поменяли свою жизнь объездил много мест практически все озера близкий к москве и настоять 600 километров и вот когда приехал сюда понял что здесь самое мое да вот это место и кардинально поменяли то есть этот дом купили да я здесь работаю на новом ковчеге в рыбалке по экскурсиям по путешествиям с москвой совсем порвали нет я приезжаю я приезжаю по делам приезжают так и в принципе весь сезон здесь зимний сезон тоже когда рыбаки приезжают где же ловля всегда есть рыбы зимой летом скажите как опытный рыбак в радиусе 500 километров скажем так 500 километров вокруг москвы есть что-то еще подобное озеро селигер по нет нет а волка здесь место во первых очень исторически древние здесь озеро много столетий и самая высокая точка среднерусской возвышенности это чистая вода озеро обновляется полностью раз два года таких мест вообще нет у него впадает более 200 рек ручьев на нем более 150 островов и мы сейчас как раз находимся самой северной части озера где одни леса и вода куда уж лучше в принципе это самое чисто место самое чистое место и местные жители все пьют воду из озера ребята не знаю слышно вам сергей нет местных жителей воду из озера то есть не просто готовить чай-кофе а просто могут подойти набрать пушкой выпить это не полезно да это делать вот так вот там раз очень вкусно вода можете пошел мой я гостям всем предлагаю некоторые прям даже отмечают ее свойства которых нет других местах на вкус она мягкая для мягкой и если бы была холодная я бы сказал что похож на вот здесь была бы холодная она просто теплая сейчас напоминаю нас август поэтому и вода в озере на грамцах а озеро в этом месте глубокая здесь у нас глубины до 8 метров дальше начинаются ямы 10 12 14 и уже самое глубокое место балановский плюс порядка 20 22 ну и самый главный вопрос который всех рыбаков интересует что можно поймать на удочку то есть если не браганельничать а прийти и по-честному взять удочку и поймать что можно реально что самая доступная рыба я называю белая рыба это лечь плотва красноперка густерка подъязок это вот рыба которые ловится уклейка ловится практически целый год лето вообще на хорошо ловится а из хищников судак щука окунь но это такая рыба которую надо знать уже как вы ловите и делают а какого размера скажем вам приходилось здесь ловить рыбу только да 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 и парабачки да вот такой классно реально сколько очень много рыб когда я вот приехал до 14 год как раз щуки но это на кружки попадали на кружок сейчас конечно такие экземпляры уже не попадаются 12 килограмм сам большая щука здесь больше метра больше метра даже полтора огромная маленькая слегерская акула да если к вам приедете человек не скажут я никогда в жизни не рыбачил очень хочу поймать сам хочу перед друзьями похвастаться перед женой там девушкой какой процент он едет вместе с вами какой процент он поймает рыбу конечно это тоже зависит все ловят ловят просто бывать больше ловит бывает меньше хоть маленькую пойму в любом случае поймает такого не не бывает сейчас например лечь ловится на ямах вот сегодня поймали порядка десяти килограмм за причем ловить можно в любое время дня здесь нету таких вот утренника зависит считается самый для рыбака самый такой хороший ну как и во всех северных водах наши полосы здесь все начинается где-то с потеплением воды нормальной температуры воды май месяц май месяц да потому что если вода холодная рыба естественно плохо ловится а зимой зимой ловится отлично тоже на все замерзает все полностью полностью замерзает здесь единственное что надо знать места стоянки рыб ямы подводные русла рек но какое поэтому все зависит от умения и знания местности а еще сергей такой вопрос может быть даже скажем последний с каких регионов удачи всего велик вас больше всего удивили люди которые приезжали сюда насилить и ездили на рыбалку с какого-то там дальней страны или дальнего места откуда люди очень много людей с россии стали приезжать практически как и положено как раньше был туризм с юга едут на север сейчас вот например рыбаки были с астрахани даже приехали с астрахани замечают страна приезжают с байкала приезжает сибири очень много посмотреть на озеро от других стран были корейцы приезжали очень любят здесь рыбу ловить ему китайцы по моему были один раз но вот корейцы у меня приезжают они прям влюбились в озеро и они здесь делают хи очень вкусная сами они конечно все не умеет приезжает с дагестана рыбаки им тоже очень нравится вот я бы со всех наших сторон нашей россии едут отовсюду и вот кто сюда приезжает обязательно возвращается такое место притягивающих людей большое спасибо сергей желаем вам рыбалки а как рыбаки говорят друг друга когда кто-то уходит на рыбалку а другой ему говорит что это ни хвоста ни чешуи ни хвоста ни чешуи дорогие друзья вам всем тоже ни хвоста ни чешуи приезжайте на селигер обращайтесь сергею номер телефона еще раз вот здесь вот вот я вот сейчас напишу обращайтесь покажет расскажет поможет те кто даже ни разу не ловили рыбу могут порадовать свою половину дали классные рыбаки спасибо Продолжение следует... 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 Она была итальянской, но чуть-чуть хорватской. Потому что я больше люблю хорватскую пиццу. Хорватская, она такая более сдобная. Она такая толстенькая. Да, итальянцы очень часто делают ее тоненькой-тоненькой, чуть ли не как блин, вот от теста, да? Да. А здесь она была посередочке. И итальянская вкусная, хрустящая, ароматная. И чуть-чуть хорватская была. Чуть-чуть хорватская. О, какие закаты! Какая красота, ребята! Какая красота! Какие закаты! Слава Богу, что у нас такой фильм останется. Будем с тобой вспоминать. А как нам помог католет? Посмотрите, какие замечательные... Давай помолчим, наверное. Какие замечательные кадры он делает. Я не верю, что такая красота может кого-то не тронуть. Да слез, ребята. У меня даже скупая слеза потекла. А вот, смотри, слезку. На следующий день, это было, если не ошибаюсь, это было 18-е. Вот сейчас у нас 18-е августа. Я-то знал, в этот день у нас 18-го августа, у нас еще один семейный праздник. Я забыла. А у нас 360 праздников в году. Пять дней перерыв. Выходной. 14-е августа, это у нас день нашего знакомства. И мы отпраздновали с тобой виш-отеле, отеле желаний. Отеле, где исполняются ваши желания. А сейчас мы в Новом Ковчеге. И 18-го августа еще один праздник. А не поверите, как он называется. А он называется второе свидание, ребята. То есть, когда парень с девушкой встречаются, общаются. Вот это первое свидание. Вы знаете, любого парня или девушку спроси, если он будет честен. Он скажет, у него было 300 первых свиданий. Ну, 100. А вот когда спроси его, если он будет честен, а сколько у тебя было вторых свиданий? А вот здесь, ребята, уже в 10-20 раз меньше. Потому что на второе свидание идут тогда, когда первое свидание очень понравилось. И человек зацепил. Алла меня зацепила. Своими огромными бездомными голубыми глазами. Своей улыбкой, своим смехом, сагаром балтийским. Ну, ты из Прибалтики-то приехал. Да, ты приехал из Прибалтики. А вот смотрите, как я снимаю. Этот ролик, чем интересен, в этом ролике вы увидите практически все гаджеты, наверное, кроме видеокамеры Sony, которые под водой я использую. Вот так я снимал репортаж для канала Владимир Кот. Репортажи смартфоном онлайн. Посмотрите этот фильм. Там очень интересный фильм. Там большой рассказ о нашей второй встрече. А, я тут уже вопрос задаю. Ну, ладно. То есть, вы уже знаете. Ну, это я когда титры писал, я забыл, да, что я такие титры написал. Ну, ничего страшного. Вот так шел репортаж. Смартфоном и видеокамер одновременно. Вот вы сейчас видите репортаж видеокамеры, который считает на штативе. И в это же время, друзья мои, наш католет летит в небе и снимает всю красоту сверху. И так в ресторанчике, который называется «Город мастеров», в такой большой-большой балкон, где, может, он видеть раз, два, три стола, да, стоит. Ну, можно и четыре столика таких поставить. Провести невероятный романтический вечер. Свадьбу, день рождения. Просто признаться любви к своей жене. Да, да. Да. А вот и католет наш, жужжалчик наш. Маленький жужжальчик. Вот сейчас снимает католет, а он, видите, сзади на трехноге стоит видеокамера. Чтобы вы просто понимали, какой труд делать вот такие красивые фильмы. Потому что многие же думают, что это вот все само происходит. Или как у некоторых наших там блогеров, 5-7 человек, команда, которые ходят вокруг них, они только рот открывают, говорят, а 5-7 человек ходит, крутится вокруг них и их снимает. А здесь все Володя. Все Володя делает. Уй, Володя, спасибо тебе за этот вечер. Пульт у меня вот в руках, да. Я управляю католетом, подхожу к видеокамере. Периодически снимаю с смартфоном. И люблю свою жену. Да, да. Люблю свою жену, наливаю ей шампанское. Какое было шампанское? Итальянское, по-моему, да? Да, кажется, итальянское. Наша любимая итальянское шампанское. Алла на меня потом очень злилась. Говорит, ты что? Такой дорогой. Да ладно. Я говорю, ты представляешь, Алла. Один раз живем. Алла, ты представляешь, какой большой семейный праздник. Да. Второе свидание. Годовщина второго свидания. Ой, вспоминать это будем. Представляешь, включим. Темными, холодными. Домными, зимними вечерами. Зимними вечерами, да. А наши дорогие друзья еще в сентябре. В начале сентября, второго сентября уже увидят этот фильм. Первый раз будет премьера. Я попросил нашего каталета. Он уже устал. У него аккумулятор уже начал садиться. Он мне пропищал на ухо. Володька, не увлекайся. Давай-ка мне этот аэропорт создай мне там. Площадку у меня посадочную. Я говорю, Алла, ставь руку. Наш друг возвращается домой отдыхать. Оп. И вернулся. Дорогие друзья, не уходите далеко. Наши путешествия, наши приключения по озеру Селигер продолжаются. Будьте с нами. Будьте лучше нас. Будьте лучше нас.